Моя сегодняшняя презентация, она мысленно делится на две части, на скучную часть, которая будет первая, увы я, и на более интересную часть, которая будет идти вторая, чтобы вы раньше времени не убежали от самого наступления. Итак, давайте начнем с моей презентации, с меня самого, 5 секунд самой рекламы. Как я уже говорил, меня зовут Алексей Мунтиан, я 15 лет занимаюсь дейтапрайси, занимаюсь защитой персональных данных. У меня есть своя компания, которая консультирует в этой области, но, помимо прочего, я также на полстажки еще работаю лицом ответственного за организацию обработки персональных данных, то есть я еще одновременно и консультант, и заказчик такого рода услу некоторых компаний. И в прошлом году трое из моих клиентов, к сожалению, столкнулись с отечественными персональными данными, во всех трех случаях были в неблагоприятия Роскомнадзора и суды. Поэтому то, что я вам сегодня расскажу, отчасти базируется, к сожалению, на опыте моих клиентов, я их называть не буду, но все компании известны, уважаемы. Поэтому, наверное, могу ответственно сказать, что буду заниматься не теоретизированием, а вполне себе рассказать вам о реальной практике. С точки зрения предыстории, да, мы не будем уходить с вами в эпоху динозавров, но просто хочу обратить ваше внимание на то, что, в принципе, сам институт уведомления об отечественных персональных данных, в принципе, в нашей стране в прошлом году, на территории Европейского Союза, он появился несколько лет назад. В принципе, мы позаимствовали этот подход именно оттуда, у нас к соседям слева. Собственно, что нам говорит действующее законодательство? Оно говорит о том, что в настоящий момент вроде бы утечка персональных данных, это не так страшно. Ну и уведомили, ну ничего страшного, за власть это максимум штрафа 5 тысяч рублей, плюс за самоутечку штрафа обычно 60 тысяч рублей. Но почему, в принципе, эта тематика актуальна? Потому что у нас есть очень интересный законопроект об оборотных штрафах. Ну, как бы, его очень много, долго его обсуждают, там очень много копий сломано, я немножко имею отношение к этой дискуссии, так как состою в некоторых профильных группах и комитетах, где все это происходит. Я их даже называю не оборотный штраф, а штрафы оборотней, ну, потому что непонятно, какие они будут, будут ли они, в каком виде. Но я бы сказал так, что, во-первых, очень важный момент, не так страшен, черт как его молюет, потому что оборотный штраф это все-таки некий такой кризисный сценарий, когда компания облажалась всем, где только можно, да, то есть вот тогда ее будут наказывать оборотным штрафом. В целом же, если мы говорим о не очень масштабных путей, как и о том сценарии, когда компания только первый раз на это попалась, то штраф будет от 1 до 10 миллионов рублей. Как бы больно и печально, но это все-таки не 3% годового ворота. Второй момент, будет штрафоваться именно юблицей, не группой компанией, как на территории Европейского Союза. И здесь это, как бы, достаточно важный момент с точки зрения именно того, что в целом сама, как бы, по себе ситуация, она, конечно же, очень сильно дискутируется бизнесом. Обратите внимание по поводу, скажем так, рецидив утечки персональных данных в большом масштабе. Штраф предполагается ограничить 500 миллионами рублей, ну, потому что 3% годового ворота, там, условного ягодства, это, естественно, 900 миллионов рублей, это гораздо-гораздо больше. И компании не готовы настолько сильно делиться с государством своей выручкой. Тем более, что сейчас многие компании начали, ну, не публично, тем не менее, обсуждать варианты создания прокладок. То есть компания, где будет аллоцирована основная обработка персональных данных, если утечка произойдет, она произойдет там, а оборота не будет копейшен. Поэтому здесь государство не достигнет тех целей, которых она перед собой ставит. Еще очень важный момент. В отличие от Европейского Союза по этому законопроекту не будет идти речь о том, что если компания сделала все, что по закону не требуется, с точки зрения защиты персональных данных, то факт утечки не будет считаться безусловным поводом для привлечения к ответственности на территории Европейского Союза. Если вы сделали все, как говорится, by the book, выполнили все требования, все правила, то это будет рассматриваться как возможное обстоятельство исключения юридической ответственности в России. Максимумно, это исключающее обстоятельство, то все равно ответственность будет. Так, если вы сделали все правильно, все равно вас накажут. И тут уже, как говорится, без комментариев. С другой стороны, есть достаточно интересный набор отечающих обстоятельств, которые, скажем так, усугубят меру вины компании в том случае, если она получила те или иные нарушения. И их достаточно много, и среди них есть достаточно, ну, скажем так, нетривиальные вещи. Допустим, оператор не направил в Роскомнадзор уведомлений об утечке персональных данных. Представьте себе, то есть каким образом это могло повлиять на саму утечку, ну, мягко говоря, непонятно. С точки зрения того, что же является утечкой персональных данных, есть в общемировое понимание. Это любое нарушение официальности, целостности и доступности персональных данных при автоматизированной либо неавтоматизированной обработке персональных данных. Напал на вас вирус-шифровальщик, это будет считаться инцидентом с персональными данными. И, соответственно, на территории некоторых стран об этом тоже нужно уведомлять надзорным органам. В нашей стране ситуация другая. В этом смысле у нас гораздо больше лафы, чем в некоторых иностранных юридицах, потому что у нас инцидент с персональными данными является только утечкой, то есть нарушением конфиденциальности персональных данных. Если с точки зрения именно обработки персональных данных нарушена целостность либо доступность, это инцидентом считаться не будет, об этом не нужно уведомлять. С точки зрения формальной стороны, как нужно реагировать на сам факт утечки? Кратко, вот алгоритм он перед вашими глазами. То есть вы можете найти, ну, не дай бог, конечно, свою компанию в одном из трех базовых сценариев. Неправомерная либо случайная передача персональных данных, либо компьютерный инцидент, либо инцидент незаконного раскрытия персональных данных в составе банковской тайны. То есть здесь, в принципе, у нас есть алгоритмы, но самое интересное, что в любом случае во всех трех алгоритмах вам нужно будет подавать уведомления в Роскомнадзор через их веб-портал. Кстати, подача уведомлений достаточно простая вещь. И в прошлом году было очень много эмоций на тему того, что предлагалось обязать всех операторов персональных данных в наших стране, любой бизнес, любая компания, либо организация, это операторы персональных данных, то есть их от 5 до 7 миллионов. Все операторы персональных данных пытались заставить подключаться к госссопке. Думаю, многие из вас, если не все знают, что такое госссопка, и тогда это все очень сильно переживали, потому что технологическое сопряжение с госссопкой, это, конечно, не самая лучшая новость. Слава Богу, в итоге здравомусия победила, и теперь передать информацию о компьютерных инцидентах с персональными данными нужно в госссопку только тем, организациям, которые так уж не имеют соглашение, точнее, не с госссопкой, естественно, а с НТЦКИ. И нужно это для субъектов значимых, опять же, политической информационной инфраструктуры, и, как, опять же, повторюсь, при наличии там соглашения либо регламентного взаимодействия между оператором информационной системы с персональными данными, где произошел инцидент, и, собственно, НТЦКИ. И по поводу самого уведомления. На самом деле, это очень нитривиальная вещь. Надо подавать два уведомления. Первое уведомление 24 часа с момента установления факта инцидента. Здесь сюрприз-сюрприз. Установить факт инцидента можете не только лишь вы, как компания. Это может сделать Роскомнадзор. И самое интересное, это может сделать любое заинтересованное лицо. Допустим, я могу написать на вас, наверное, письмо в Роскомнадзор, сказать, а вот в какой-то компании инцидент с персональными данными. И Роскомнадзор вам напишет грозный запрос. Прав ли этот аноним? Указывает, что у вас инцидент с персональными данными. И вы будете обязаны на этот запрос отреагировать. Но, предположим, вы установили, что есть факт инцидента. Что необходимо сделать? Необходимо в 24 часа направить привычное уведомление о инциденте, скажем так, опираясь на некие предположения и на ту информацию, которая имеется на текущий момент времени. То есть это еще не утверждение, это предположение. И после подачи привычного уведомления у вас есть еще буквально пара дней для того, чтобы провести расследование. Здесь внимание вопрос. В зал. Как вы считаете, сколько обычно времени проходит между фактом инцидента и фактом обнаружения его со стороны компании глобально? Сколько это? День, два, три? Месяц. Месяц, так? День. Нет. Месяц ближе. Неделя. Неделя, нет, это так. Это холоднее. В реальности 7 месяцев. Но это как зависит на это? ЦИСКО провела исследование в прошлом году. Она как бы определила примерно средний срок реакции. Точнее, средний срок обстановления факта инцидента это 7-8 месяцев. Как бы если что, могу поделиться этим исследованием. Два требуют, чтобы в течение суток его установили. И я могу более чем уверенно сказать, что большинство компаний никогда не смогут установить факт инцидента, если их внимание на это специально не обратят. Это означает, что как бы здесь это будет длящимся административным правом нарушения, потому что инцидент произошел, вы не уверены были. И, к сожалению, несмотря на попытки мои и попытки моих коллег внести изменения в закон, где идет речь не о сроке с момента установления факта инцидента, а с того момента, когда компания знала, либо должна была знать об инциденте. То есть немножко другая формулировка, но, к сожалению, коллеги это не пропустили. По поводу неприятных процедур в виде внеплана проектов Росполнадзора и судебных разбирательств. Во всех трех проектах, где я лично поучаствовал, удавалось коллегами из Росполнадзора с инспекторами выйти на доверительные отношения. И самое интересное, что в судах они занимались сторону моего клиента и перед судом податайствовали о том, чтобы суд применил минимальную меру административного наказания по отношению моих клиентов. Это хорошо. Как бы дальше посмотрим, но тем не менее важный момент, что когда вы будете взаимодействовать с судом, он будет опираться не только на ваши тезисы, на вашу аргументацию, на мнение Росполнадзора, он будет исследовать фактическую сторону самого деяния, на фактические обстоятельства. И здесь, пожалуйста, обратите внимание на этот слайд. Это типичная аргументация операторов, судеб по поводу инцидента, которая позволит ему все-таки объективно заложить в картину мира и показать свою добросовестность, она опять же цвета не из воздуха, и это та аргументация, которой пользуются мои клиенты. И в принципе, опираясь на эту аргументацию, действительно можно добиться определенных, скажем так, определенной минимизации сопутствующих ущерба, осуществления именно административной ответственности. А теперь более интересная часть слайдов. Это все хорошо, формальная сторона дела. А когда речь идет о реагировании все-таки на инцидент, первое, что пытаются сделать, это сформировать рабочую группу, потому что обычно мало кто хочет персонально за это отвечать, и вот мы пытаемся сформировать рабочую группу. В центре у нас называемый правильный ассист, то есть лица ответственная за организацию обработки персональной данных. Слева у нас IT, информационная безопасность, юрист, пиар, унищик. Собственно, дальше у нас бизнес-консультанты, советник-консультанты. Я даже такое видел. И все они смотрят на человека, который отвечает компании, взять персональные данные. И, как вы понимаете, эта позиция не самая правильная. Во многих компаниях этих ролей даже нет, особенность небольшой бизнес. И хотел бы ваше внимание обратить на такой лайфхак. И мы даже с одним клиентом его апробировали. Если у вас в компании нет денег, либо нет времени, нет возможности собрать рабочую группу, да, хотя бы найдите человека, который может поучаствовать в проверке внеплановой со стороны Роскомнадзора, человека, который ранее участвовал в любых иных контрольных надзорных проектах со стороны государства. По государственной инспекции по труду, противопожарной безопасности и так далее, вы будете удивлены, но в принципе подход алгоритм у всех примерно один и тот же. Тот, кто проходил хотя бы одну государственную проверку, он не то чтобы уверенно, но достаточно спокойно и продуктивно пройдет и проверку Роскомнадзора, то есть он уже будет понимать примерный ход мыслей и подходы со стороны инспектора, вот, с той стороны. Дальше. Еще очень важный момент. Необходимо, как бы это странно не звучало, управлять утечкой. Вот, простой пример, когда человек учится водить автомобиль, у него первое время угло зрения 90 градусов. И многие компании, они смотрят на утечку именно с точки зрения, с момента факта ее, собственно, выявления и до, допустим, момента вынесения судебного решения, да, то есть судебного заседания. И при этом упускают очень важные отрезки до и после. А это очень важно по поводу отрезка до. Подготовка плана реагирования на утечку и подготовка мер реагирования это тоже я вам сразу рекомендую сделать. Почему? Потому что утечка это вопрос не если, а когда. Утечка, скорее всего, произойдет с любой компанией рано или поздно. Скорее всего, рано очень поздно. Поэтому надо заранее к ней готовиться. Как бы это странно, на эту дурацку не звучало. Второй очень важный момент, когда было вынесено решение суда, это не конец истории. Все вы знаете про утечку в Яндекс.Иде, да, то есть вы все, например, читали, все в курсе. Бедная компания Яндекс.Иде до сих пор ее имя получит как бы в связи с этим инцидентом, когда прошло уже больше года. О чем это говорит, а то у нас все равно эта история останется и ей нужно будет управлять. как управлять такого рода историей. И самая большая боль, с которой я сталкивался, это не с тем, что компании неправильно реагировали на факт утечки, делали какие-то неправильные вещи, бредно выглядели в суде, не взаимодействовали с Роскомнадзором. На самом деле, самый большой провал, провал это пиар. Компания может быть вполне себе даже себя хорошо уверенно чувствует, то есть не было какой-то значительной меры вины компании в произошедшем инциденте, вот в утечке персональных данных. Но именно исходя из того, что, к сожалению, коллеги со стороны пиар и медиа впадали в ступор и как бы выходили в ситуацию страуса, который страус и который не понимает, что полбетонный. Поэтому здесь бессмысленно пытаться спрятаться от самого факта утечки. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что даже такими неприятными событиями, как утечка персональных данных, ими можно управлять в пиаре, есть такое понятие спин-докторинг. То есть это умение правильно освещать те события, пусть и не вносящие какой-то негативный контекст, негативные темы для компании, таким образом, чтобы, во-первых, минимизировать сопутствующий ущерб, в том числе и для им же компании. И второй момент, это очень важно, это то, чтобы воспользоваться утечкой персональных данных, как бы это странно не звучало, как некой возможностью даже нарастить свой бизнес. Вот я знаю одну историю, когда компания, которая подверглась взломы, у которой утекли персональные данные, она разослала всех своим клиентам прискорбное письмо, рассказывая, что произошло, что их данные утекли. И при этом в этом же письме она написала, вот чтобы загладить свою вину и компенсировать вам эти неудобства, мы каждому из вас даем полгода возможность пользоваться нашим новым премиальным сервисам абсолютно бесплатно. И вы можете быть уверены, что, во-первых, а, многие люди оценили, не все, но многие оценили этот поступок, и б, через полгода, хотя бы часть из них, она останется на этом премиальном сервисе и будет платить дополнительные деньги компании. То есть даже вот такие способы наращивания, как бы точнее, превращение кризис-падение в кризис роста, да, и использование утечки не как бага, а как фичу, да, как бы по старой как бы традиции, это то, чем можно пользоваться. То есть на самом деле утечка – это не только беда, но это еще и возможность. И очень важный момент, уже я завершаю всю пламенную речь, как обещал, как бы это было не очень долго, важный момент, связанный с итоговой стратегией, которую вы выбираете. Есть две основные стратегии – не проиграть и выиграть, да, то есть игра на избегание неудач и игра на победу. И я могу сказать так, что многие крупные компании, они стремятся все-таки играть на избегание неудач, то есть играть безопасно. Можно упустить разные возможности, которые дает само по себе это событие, можно не выполнять каких-то смелых действий, то есть как раз быть в роли страуса и пытаться либо замалчивать утечку, либо ничего о ней не говорить, либо говорить все то, что как бы компании нравится, а то, что ей не нравится – это опять же заметать под коврик. Но игра на избегание неудач, на минимизацию сдержек от утечки, на самом деле я думаю, что это не всегда самая хорошая стратегия. А для небольших компаний, даже средних компаний, стоило бы посмотреть на другой подход, называется игра на победу. Когда, повторюсь, вы в ситуации утечки видите в ней не только проблему, но и вызов, и самое главное – даже возможность. Повторюсь, это звучит очень странно. Естественно, не нужно сами утечки инициировать, чтобы появиться на возможность у бизнеса, таким по поводу – это не самая хорошая вещь. Но, тем не менее, если мы говорим об игре на победу, повторюсь, есть ситуации, когда компании могут получить дополнительный буст к своему бизнесу. Вот я считаю, когда у меня с компанией складываются отношения, я давно и долго пользуюсь ее продукцией, ну, у меня есть определенный уровень лояльности. Как бы, да, все хорошо. Если происходят какие-то проблемы, в том случае утечки персональных данных, я смотрю, как компания реагирует на это, причем смотрю и как потребитель, и как человек, который консультирует в этой области, да, именно в области защиты персональных данных и менеджменты при информационной безопасности. Если я вижу, что компания зрело подходит к этому вопросу креативно и пытается правильно проработать свое взаимодействие с своей целевой аудиторией, а в целевой аудитории клиенты, персоналы, партнеры, они у нас на первом месте. Вот целевая аудитория месседжей компании. И когда я вижу такой подход, мой уровень лояльности компании сильно вырастет. Никогда нет проблемы, все хорошо. Когда все-таки проблемы появляются, то компания с этими проблемами правильно взаимодействует и их решает. И еще один совет. Когда мы говорим о подготовке к самой утечке персональных данных, я часто удивляюсь, но для меня странная ситуация, когда компания вместо того, чтобы действовать проактивно, действует реактивно. То есть очень сильно запасывает с пресс-релизами, с коммуникациями, через зубы общается со СМИ, либо вообще не общается. Очень медленно с ответами на запросы Роскомнадзора. Будьте активными. Если произошла утечка, создайте интернет-ресурс, какой-нибудь ленинговую страницу, где публикуйте свою историю. То есть владейте storyline по поводу утечки. Если это не будете делать вы, за вас это будут делать другие спрессии с негативным оттенком для вашей компании. И на этом я закончу. Надеюсь, вам было немного интересно, хотя я понимаю, что это был самый конец. Пожалуйста, если что, обращайтесь. Буду раз с вами пообщаться за совет и денег не беру. Субтитры сделал DimaTorzok